Священник Николай Балашов и еромонах Нафанаил Судников Для Слова Божия нет уз 2 Тимофея 2 глава 9 стих Православный христианин в тюрьме и на свободе Издание 2 дополненное Барнаул, 2010 год Отец, игумен Кирилл Сахар Храм Святого Николы на Берсеневке 300 метров по ту сторону канала от храма Христа Спасителя На Алтайской земле Страница 419 В Барнауле по телефону я общался со знаменитым Алтаевским проповедником Игнатием Тихоновичем Лапкиным Первая встреча с ним произошла в Москве в 1990 году В вопросах веры должна быть непреклонность Вспомнились его слова Главное это личная встреча со Христом Православные плохо знают Слово Божие Из-за славянского языка богослужений во многом Люди не понимают службы и идут к сектантам Русский текст Библии Игнатий Тихонович читает очень добротным Четыре академии работали над переводом Лапкин уже много лет находится в центре религиозной жизни Барнаула Его личность и взгляды вызывают очень противоречивые оценки 3 июня в алтайском приложении Московского комсомольца Вышла статья под названием Жизнь потеряевской общине без елейных прикрас 47 неверностей в ней По словам Игнатия Автор в частности пишет Конечно, Лапкин это не Аум Синрикё Неплохой психолог Он вовлекает весьма осторожно и вкратчиво Но в мягкой стиле да жестко спать Далее он пишет Что в общине, организованной Игнатием Тихоновичем Имеет место полное подавление личности И тотальное вмешательство Лапкина в личную жизнь каждого Якобы даже брат Игнатий, отец Иоаким Собирается уезжать из деревни Потеряевки Из-за невозможности ужиться с ним Если на нас клевещут, значит мы живы Статья заказная За нее оплатили немалую сумму Так прокомментировал Игнатий Содержание статьи И далее сказал Мы будем проводить грамотную юридическую защиту В этом случае Лапкин апеллирует Примеру апостола Павла Который требовал суда Кесаря Ссылается также на слова Златоуста Чем более навалят на огонь соломы Из сырого хвороста Тем сильнее вспыхнет пламя Когда все подсохнет И пламя твоей правды будет видно до неба Потеряевка Посещение этой деревни было одна из главных целей моей поездки Основана деревня была в начале 19 века Выходцами из Рязанской губернии В 70-е годы ее, как и другие 350 деревень Алтая Постигла печальная участь Она исчезла согласно программе ликвидации неперспективных деревень Закрыли школу, магазин, клуб И люди были вынуждены покинуть обжитые места Возрождение началось 14 мая 1991 года Отец и Аким Лапкин поставил палатку И стали строить саманные дома Приезжать без разрешения строго запрещалось Первый секретарь райкома обещал не мешать Однако не все отнеслись с пониманием Были угрозы снести постройки бульдозером На районной сессии в конце ноября почти все были против Однако уже в феврале все до единого были за Однако трудности только начинались Тысяча гектаров земли вокруг заброшено А им блокируют отвод пашни по косам Соседние деревни духовно мертвы Везде все закрывается Детей почти нет А здесь в Потеряевке все наоборот Были попытки возродить и другие деревни Но их постигла неудача Так как пытались возродить не на духовной основе Потеряевская община находится в юрисдикции Русской зарубежной церкви Из разговора с отцом Иоакимом выяснилось Что переходу способствовали и аморальные поступки архиерея И практика обливательного крещения и многое другое Отец Иоаким рассказал следующее Рукоположили как-то священника с Украины Идем мы с ним со службы, я ему говорю Теперь ты священник, великое это служение Как говорится в Новом Завете А яка цикныга Как, разве ты никогда ее не читал? Нет А зачем приехал с Украины? Гроши зарабиты Выступает в Тюмени перед студентами Православный священник и баптистский проповедник Священник У меня дочери-пионерки активно участвуют в общественной жизни Проповедник А мы своих детей удерживаем от вступления подобной организации Вопрос священнику Как вы проводите сексуальное воспитание своих детей? Ответ Никак Когда они подрастут, сами разберутся Проповедник А мы на основании Слова Божия учим своих детей заранее Вопрос священнику Как вы проводите религиозное обучение своих детей? Ответ Организованно это делать нам запрещают Мы воспитываем в семьях Проповедник А у нас всегда было организовано религиозное воспитание детей Аплодисменты, к сожалению, достались проповеднику Отец Иоаким вспоминает Вступив тайком от родителей в октябрято, пришел домой и после обеда встал и сказал Бога нет, буду коммунистом Мать поведала о том отцу Отец был однорукий после войны Он заложил пионеру голову между колен и прочистил мозги После этого маленький Иоаким сказал Бог есть, коммунистом не буду Бросил звездочку учительницы По словам основателя православного детского лагеря Стана Игнатия Тихоновича Лапкина Лагерь имеет 18 параметров, которые отличают его от других подобных учреждений Первое – это бескорыстный труд Игнатий сетует Развалили Россию, богатейшую страну мира Виноваты прежде всего учителя и священники Что неправильно происходит в воспитании детей Трудовое воспитание забвение А у меня не потрудишься, не покушаешь Приучайся к труду Ранний подъем и после зарядки и умывания на озере Куда нужно трусой пробежаться туда и обратно Труд до завтрака Это преимущественно распилка дров для себя же Для того, чтобы трапезу себе приготовить Надо сказать, что когда потрудишься с утра таким образом То совершенно другой появляется аппетит Вспомним себя Когда нам часто не хочется кушать за завтраком Поздно встаем, сонливость, леность, нет аппетита Но когда рано встаешь, пробежишься, помолишься, потрудишься То трещит за обоими ушами, когда вкушаешь пищу У Игнатия в лагере несколько часов ежедневного физического труда Второе – система наказаний Игнатий говорит, что одно из качеств лидера – это беспощадность В каком смысле? В том смысле, что он не должен сюсюкать, потакать слабостям Он должен адекватно реагировать на все нарушения Должно быть воспитано у детей сознание неотвратимости наказания за каждый проступок Выстраивается такая ограждающая линия от всяких нарушений Наказание бывает преимущественно символического характера Например, при работе не следует разговаривать Если разговорился, заболтался, возьми щепку и подержи некоторое время во рту Наглядно Есть наказание сеткой Ниже пояса, горяченькие Могут предоставить свободу выбора – три горяченьких или без обеда Ссылка на Ушинского, который говорит, что у детей уши растут на спине ниже пояса То есть не только словесно нужно наказывать Рукой наказывать не следует, так как возникает ассоциация с личностью наказываешь Если нет платка в кармане, пробеги до деревца, срыви лопушок и пока им пользуйся Не склоняйся, подобно животным, над тарелкой Можешь получить ложкой по лбу За особые нарушения – удаление из лагеря под конвоем Простить – простят, но возврата нет, только по ходатайству двух священников Третье Наряду с уставной молитвой Хотя трудно так назвать эти краткие молитвы, которые читаются в лагере Практикуется особая молитва – экспромт Это делает Игнатий По-моему, она не очень впечатляет Это его свободная молитва Обычно это набор слов с благодарностью Богу Просьбы о болящих и скорбящих, находящихся в вузах Я сделал вывод, что немного разбежишься в своей молитве Что ни в коем случае нельзя подменять своей молитвой уставную молитву Которая настолько объемно охватывает все проявления и стороны жизни Она способствует тому, что человек сам входит в дух этой молитвы И в этом случае она становится его молитвой собственной Подменять нельзя, иначе все будет очень мелко и бледно Четвертое Это обязательное присутствие в лагере священника Связь со священником В утреннее занятие входит также чтение Евангелия с его разбором Не так много стихов прочитывается Но следует пространный разбор Причем акцент делается на связь с повседневной жизнью Далее свои лошади и катание по воскресным дням Свои лодки, свой пруд в полтора гектара Где катаются и купаются, свои поля, малиник, огород и так далее Десятое Это ранний подъем Пять часов утра Подъем, по слову Давида Пророка Встану рано Встреча восхода солнца И это бывают незабываемые минуты Когда дети являются очевидцами восхода солнца Наблюдение за животным миром и миром птиц Поскольку вокруг лагеря очень бережное отношение ко всякой живности То там есть что посмотреть Например, как сова кормит своих детенышей Шорох пшеницы и прочая поэзия Тринадцатое Ни одного слова матом Ни одного курящего Это считается серьезнейшим нарушением и строго пресекается Духовные концерты за вечерним костром Я однажды был И насколько могу судить Это были протестантские песнопения На русском языке А потом еще и светские песни Но это не означает Что так всегда бывает Это только то, что я слышал Есть песнопения, которые в обиходе у нас Пятнадцатое Никаких возрастных ограничений Принимается с максимально раннего возраста До максимально позднего И продолжительность пребывания не ограничена То есть во все время функционирования лагеря Когда еще тепло, возможно пребывание в нем Шестнадцатое Полная независимость от государственного бюджета Ни одного рубля, ни одной копейки государство не вложило в данный лагерь А он функционирует уже 26 лет Форма одежды Для девушек подчеркивается необходимость Сарафанов ниже колен 10 сантиметров от пола На богослужении быть побойником А ребятам рубашка на выпуск Подпоясанная пояском Строгое соблюдение постов Истовость поклонов Когда я кланялся там Он мне говорит Отец Что ты по-старообрядчески кланяешься Нужно истово Как написано в ваших берсеневских страницах Чтобы рука касалась пола Не так давно лагерь имеет юридический статус И приезжают дети со всего бывшего союза Но сейчас в связи с финансовыми причинами Нет такой большой географии Русская баня Более половины детей Находится бесплатно здесь Бог ведает Как удается все это содержать Молоко в деревне Особенно вкусное Это Игнатий объясняет тем Что коровы не слышат Ни одного слова матом В отличие от того Как это обычно бывает Своя пекарня Все совершается по благословению Игнатий подбоченец говорит Вот растет свободная и сильная русская нация Перед отъездом или отправкой Домой идет полный разбор Анализ пребывания данного человека в лагере Составляется на него характеристика Игнатий подмечает много нюансов Он быстро раскусывает человека И отправляет его с характеристикой Для того чтобы удобно было руководить детьми Которые находятся в разных уголках У него есть свисток Когда кто-то балуется Он свистит свисток И для нарушителей это встряска Главное говорит Игнатий Это человек Все воспитание направлено на человека Это центр Остальное второстепенно Важно по словам Игнатиям То что можно искорку Подержать в человеке А можно и угостить Что будет в итоге Одному Богу известно Зашла речь о проблемах нынешней России О том что мы на крючке У Международного валютного фонда Который имеет свои виды Ставит условия Которые гробят нашу экономику Мнение Игнатия МВФ это главный наш враг Это масонство У России нет друзей Казалось бы система в лагере тоталитарная Но Игнатий говорит Что давить не надо на детей Надо дать им свободу Но в рамках закона Вот принцип Обозначить вехи, границы И здесь бегай, прыгай, резвись Но не переходя эти рамки Находясь под контролем Выработка закона послушания Без чего невозможна Жизнь ни в армии Ни в других сферах жизни Мы считаем Говорит Игнатий Что каждый юноша Обязан отслужить в рядах российской армии Но давать присягу и оружие В руки брать Христианину не следует Мы предпочитаем Альтернативную службу Например в медицинском плане Или еще как-нибудь Если к нам просятся дезертиры То мы их не принимаем Но если нас заставят стрелять Или присягу принимать Мы не примем Пускай нас хоть расстреливают Вопрос о Чечне Ответ Нужно оградить железным занавесом Афганистан Это была авантюра С коммунистами Союз невозможен Всегда придадут Пример 20-й год Когда махновцы Вступили в союз с большевиками И вместе штурмовали Белых в Крыму А потом было расстреляно Несколько сотых руководителей Офицеров С которыми вместе боролись У коммунистов Идеология безбожная Сидим мы с Игнатием На лужайке На солнышке И вдруг Игнатий запел Гимн Баптицкий Не ради почести и славы Стремлюсь я Божий к небесам И так далее В край родной Неземной От обмана Мирской суеты Я иду И приду К незакатному Солнцу любви Засияет Сеона врата Господи Ты надежда моя Господи На Тебя полагаюсь я Стремлюсь быть с Тобой В небесной стране Где царит мир И дивный покой Может на ходу остановиться Разглядывать птичку Суслика Тут же начать молиться Запеть Такой вот человек Игнатий знает Несколько языков Причем схватывает их Самостоятельно Без всякой научной основы Выучил немецкий За полгода Причем немцы Его принимали за своего Потому что говорил Без акцента Даже проповеди Произносил Латышский За полтора месяца Английский Частично испанский И еще какие-то Я Говорит Игнатий Имел одну страсть Всегда Это учиться Учиться и читать Я спал с наушниками Изучал языки Латыши меня любили Потому что я говорил С ними на их языке Изучил все Политические системы мира Разные политические устройства Характеристики лидеров Черномырдин Квашня Жириновский Придурок Клоун Зюганов Противный А Ельц Ему нравится Не мстительный Николай II Был слабовольным Но это лучший Русский царь Коммунистов Нужно удалить Со всех постов На пенсию А то сейчас Опять они у власти Во всем Жизни лагеря Строгий устав На основании Русских Благочестивых Традиций В этом заключается Сверхуникальность Лагеря Он не подражаем День Независимости России По мнению Игнатия Хороший праздник И смысл его В освобождении России От коммунистического Ига Игнатий говорит Что все строит На основании Писания И святых отцов Никаких Собственных Мнений Я даю чистое Словесное молоко Супруга Немножко Сетовала На резкость Игнатия На отсутствие Задушевных Бесед между ними Что он часто И выговаривал На моменты Амбициозные Жесткость Для него Характерна По ее словам В первые годы Так не было А потом Она помнит Только быстрей И не разговаривать Игнатий Немного Сиронизировал Насчет Монашеского Парамена Сказал Что думал Что это парашют Или подвязка Для живота Кто-то Что-то Не услышал Или неграмотно Поступил Он привел В пример китайцев Которые помнят Десять тысяч Иероглифов Значение каждого Много рассказывал О своем пребывании В тюрьме У него была установка Идя в тюрьму Считай Что ты умер Без такой установки Ты там не выдержишь Рассказывал О том Как там избивали Убивали в лагере Издевались И так далее Молиться По его мнению Нельзя вместе Только с теми Кто отрицает Святую Троицу И воплощение Христа А с остальными Можно Получается Что с баптистами Можно Остальные барьеры По его словам Наворочали В истории Любой священник У нас может служить Это мнение Игнатия Пример Привел такой Приехал в лагерь Мальчик по имени Данила И мать Грузная Болезненная Уговаривает Мальчика Не балуйся А он Ноль внимания На нее Игнатий Видя эту картину Сыпал ему Семь горящих По просьбе Матери И потом Не успеет Мать Рот раскрыть Как Данила Кто же к ней бежит И слушает Что она ему скажет Как шелковый стал Чаще наказывает Дитя в юности Чтобы утешиться В старости Это из Библии Не нужно будет Последствия Ни лагерей С вышками Ни стройбатов Ни тюрем Если не будет Упущения в воспитании В детстве Лучше наказать в детстве Чем потом он получит Срок за убийство Хулиганство Или станет наркоманом И будет страдать Не пожалей лишний раз Наказать А войской Или крапивой А то мы лелеем Преступников Будущих Мы несем Поругание За незнание Евангелия Нет ничего Красивее И величественнее Православия Но мы скрываем Эту ценность Под спудом Мы не являем Его миру Приехала комиссия Из Барнаула Шесть человек Во главе С руководителем Комитета По социальной защите Законодательного Собрания Алтая Петренко ВС Игнатий Им подробно Все объясняет Рассказывает А приехали они Когда мы кушали Он приглашает их Покушать Они отказались Игнатий говорит Что у нас Вот гость Батюшка Священник из Москвы Служит Около храма Христа Спасителя Они удивились Что приехал Священник из Патриархии Ведь лагерь Зарубежной церкви Но я сказал Что здесь Не участвую Богослужений А полезное Можно подчеркнуть Везде В частности Система жизни Лагеря Система Символических Наказаний Все это Мне интересно И наверняка Я буду это Заимствовать Для своей практики Потом Главный коммунист Сказал Единственную фразу Из Писания Которые он знает Нет власти Аще не от Бога Видимо При общении Со священниками В советский Период Эти слова Ему позапомнились Как обоснование Пресмыкательства Угодничества И подчиненности Властям Я возразил Что эти слова Надо правильно понимать Есть власть Богом установленная Благословенная А есть власть Богом попущенная За грехи наши Как вот советская власть Коммунисты Которые уничтожили Сто миллионов людей Игнатий поправил Сто десять миллионов Пролили море крови Они не ожидали Что священник Из Москвы Такое им в лицо Выскажет Игнатий Очень высоко Это высказывание Оценил После этого Диалога С главным Коммунистом Они как-то Стушевались Наверняка Это будет Известно В Бурнуле Отцу Николаю Войтовичу И это Подтвердилось Петренко Он спрашивает А почему И все Что было До 91 Все Все Мы учились в школе, у нас были хорошие преподаватели. Я помню все доброе. Но главное это то, что было безбожие, а это корень всех наших бед. Это был Петренко Владимир Сергеевич, главный идеолог Алтайского края, первый коммунист Алтая, директор школы, лучший друг Войтовича, по словам Игнатия. Что вы как протопопок Авакум, сказал Петренко, обратившись к Игнатию, и что-то процитировал из его жития, как бы отшутился. Да, я знаю, что вы такой человек. За все время существования лагеря не было ни одной эпидемии, ни одного несчастного случая. Никто не утверждает, что был наказан несправедливо. Некоторые приезжают ежегодно со времени начала функционирования лагеря. Темы по учению Игнатия могут быть самые разнообразные. Птицы прилетели, бык бодался, цинизм и любовь и так далее. Самая главная ошибка, которая совершается повсеместно, это, по словам Игнатия Тихоновича, неправильный вход в церковь. Он специально интересовался. В такой-то епархии окрестили за определенный период 12 тысяч человек и 506 венчали, а потом почти никто из них на службу не ходит. Игнатий совершенно выпадает из всех определений, не вписывается ни в какие рамки и не соответствует никаким ограничениям. Это явление не подвержено никакой классификации. Целый материк, феномен. Вундеркинд, энциклопедические знания. От него идеал первохристианства. Но в то же время он строго выступает за хранение канонических норм церковной жизни, за благоговейное поведение на службе. Он не может себя сдержать, когда видит какие-то недостатки, пороки в церковной жизни. В частности, возмущается тем, что священники не учат народ, что слабо слышат Слово Божие. Проповеди однообразные, что в центре проповеди не стоит Христос, Его благовестие, спасительная миссия. У них часто все сводится к примерам из жизни. Говорит он о священниках. Потому у них теряется сердцевина христианской жизни. Нет проповеди о Христе, распятом и воскрешем. Поэтому он не сдерживается. Но когда тот, кого он обличает, попадает в беду, то Игнатий выступает, часто в одиночестве, в защиту этого человека. Так было с упомянутым отцом Николаем Войтовичем, когда его стали обвинять в аморальных поступках. Игнатий встал на его защиту, хотя для него Войтович олицетворение всех недостатков и компромиссов в московском патриархате. Игнатий может часами плакать в ограде церковной о чем-то. Дайте народу Евангелие, допустите народ Божий к Богу. Когда он что-то говорит своим язычным голосом, священники уже знают, не видя его, и реакции милицию вызвать и так далее. Самое печальное, по мнению Игнатия, это то, что священники, которые укоренились в церковной жизни за советские десятилетия, просто считают, что все нормально. Не знают, в чем каяться и в чем изменяться. И это, считает он, самое трагичное. Игнатий, помимо того, что я перечислял, то есть знание нескольких языков, изучение в течение нескольких лет Библии по 10 часов в сутки, на диктовывание на сотни кассет творений Иоанна Златоуста, 12 томов, и архипелаг Гулака Солженицына, и еще прекрасный печник. Он изготовил сотни печей в Барнауле и в деревне. Причем эта печь первоклассная, без деформации, идеально действует. Он настолько даровитая личность, что схватывает на лету все. В частности, там в лагере был молодой человек, глухонемой от рождения. Крупный, гармонично развитый, прекрасного телосложения. И при всем этом вместо речи детское мычание. А Игнатий, невысокого росточка, крепыш, но как бы хиленький. Мне он говорит, отец, ну что это у тебя? По животу мне штучит. Я говорю, она лучик заработал. Ну что ты как баба беременная ходишь? Он не стесняется выражениях. Для него не существует авторитетов. Епископ это или патриарх. Все говорит прямо в лицо, что думает. Человек должен есть столько, сколько ему нужно для поддержания жизни. Чтобы все перетапливалось в процессе работы. Для этого пища предназначена. А когда мы сходим в одно место, и там жир выходит непереработанный, то получается нелепость в нашей жизни. Мы потребляем не для поддержания жизни, для работы и так далее. А все это превращается в шлаки. А у меня, говорит Игнатий, ничего не выходит, все перегорает. И вот с этим глухонемым Игнатий, со всклоченной бороденкой, аристократической залысиной, калифе потертом, с пятнами и в сапогах, к сожалению, нечищенных, так как он игнорирует некоторые бытовые стороны жизни. Лесо с чисто русской краснотой, розовенький нос, настолько наловчился говорить на языке глухонемых, что просто удивительно. Я думал, что это простейшая система, можно на пальцах все объяснить. А Игнатий говорит мне, отец, твой знак для глухонемого имеет пять значений, он теряется. Это только кажется, что можно все на мимике изобразить. На самом же деле, это четкая система знаков, не просто жесты, махания, это предложения, слова. И было так интересно наблюдать. Глухонемой едет на велосипеде, появляется на горизонте, а Игнатий со мной возле пруда. Тот ему одной рукой что-то показал, промычал, Игнатий ему что-то тоже прокричал и потом комментирует. Вот, он поехал на поле, там стадо, сейчас он нам пригонит татару овец. Несколько знаков, а такое содержание. Игнатий говорит, что мимика человека отражает его внутреннее состояние. Можно определить, и для этого не нужно быть психологом. Какие-то тайные страсти, пороки. По движению век можно определить, что человек, скажем, блудник. Для Игнатия аксиома то, и это при всей его кандовности, старообрядческом происхождении, что славянский язык это тупик. Выступает за русский язык в богослужении. Он считает себя самым несчастным человеком, потому что он не слышит слова Божьего в храмах на русском языке. Его это убивает. За 36 лет проповеди своей он общался с тысячами людей. И почти все ему говорили, что когда мы приходим в храм, мы ничего не понимаем. Этот языковой барьер блокировал вход в церковь многим людям, считает он. Дядя Игнатий священник. Для Игнатия священник, который не учит, это идол безгласный. Если мы умиляемся пением, украшением храмов, то Игнатий считает, что это не нужно. Нужна прежде всего живая вера. Нужно максимально все упростить. А наша беда в том, что мы восприняли всю эту византийщину, по его словам, ферапонтовщину по Достоевскому. Нужно, чтобы все было более просто, без нагромождений. Можно с этим спорить, но это мнение Игнатия. Я провоцировал Игнатия на то, чтобы он выражал свое мнение. Давал характеристики людям, которых мы широко знаем. Вот, например, отец Амвросий Юрасов. Он сам алтайский и бывал у Игнатия два или три раза. Приезжал на своем джипе из Иванова на Алтай. Да, говорит Игнатий, отец Амвросий приезжал ко мне. Однажды приехал ко мне, я его прочистил хорошенько. Потом он не приезжал семь лет. После приехал, я его спрашиваю. Почему так долго не приезжал? Он отвечает. Игнатий, я тогда был у вас три дня, так этого мне на семь лет хватило, информации и общения с вами. Я спросил, как отец Амвросий ведет себя, когда бывает у вас. Я просто знаю отца Амвросий, какой он обаятельный. Все его сразу слушают, проникаются к нему. Игнатий говорит, никакого влияния на меня он не оказывал. Для меня это простой гость. Я чту его сан, беру благословение, но его чары на меня не действуют. Он у меня здесь ходит тише воды и ниже травы. Ходит, все записывает, слушает, не возражает. Как-то приехал ко мне с двумя послушниками, послушницами из монастыря. Я утром встаю, говорит Игнатий, и вижу картину. Сидит отец Амвросий, а у него волосы ниже пояса, такие густые, и они его чешут. Это что, говорю, здесь такое, и как прочистил этих двух монашек. Амвросий тоже как-то стушевался, чтобы этого больше здесь не было, говорю. И больше это не повторялось. Да, отец Амвросий имеет доступ к сердцам, продолжает Игнатий. Но вот я читаю его книги, говорю ему. Отец, ну где ты берешь все эти бабосенки? Ты давай слово Божие людям. Писание. А ты на бабосенках хочешь в царство небежное въехать? Тебе вся охота пооригинальничать? Игнатий удалось побывать в Америке. Он пробыл там несколько недель. Проколесил всю Америку. Получил от митрополита Виталия официальный документ, что ему благословляется проповедь Слова Божия для укрепления веры. Игнатий очень гордится этим документом, потому что он единственный мирянин, получивший от митрополита такой документ. У Игнатия есть работа, в которой он на основании правил и писания дает апологии того, что мирянин имеет право и должен проповедовать. Это отнюдь не только миссия священнослужителей. И вот, будучи Джордан Вилли, в центре зарубежной церкви, он там прочитал доклад на тему будущей русской эмиграции и будущей России на основании писания и святых отцов. По его словам, никого там так не встречали с таким вниманием, как Игнатий с его докладами. Игнатий, являясь формально членом зарубежной церкви, не идеализирует ее, считая, что из всего, что имеется в наличии, это лучшее. Он не жалует ни старобрядцев, ни особенно московскую патриархию. Зарубежники для него более светлое пятно, хотя он их тоже обличает и говорит им, вы ничем не отличаетесь от московской патриархии, те же самые недостатки и у вас. И если бы вы остались здесь, в России, то в 30-е годы были бы такими же угодниками советской власти. Не ваша заслуга, а воля Божья, что вы оказались за рубежом. И вообще говорит, что для зарубежников ты хороший, свой, если поносишь московскую патриархию. У них те же безобразия в храмах, нет отделения от мира, торговля в храмах, те же не совсем прилично одетые в храмах и тому подобное. Игнатий против восстановления порушенных храмов. Время дескать коротко, а мы увлеклись позолотыми, широким строительством, о души пренебрежений. Нужно, чтобы все было скромно, просто, и прежде всего надо души восстанавливать. Это, конечно, можно оспаривать, это дает максимализмам. Каноническая деталь, он говорит, что священник обязан дать эпитемию кающемуся грешнику, а сократить имеет право только на одну треть в процессе его исправления. Я об этом слышу впервые. При всем его свободолюбивом отношении к службе, он считает, что у нас слишком длинные службы и нужен русский язык. Он строго хранит пост. И в лагере, и в деревне в этом плане у них строго. Тут опять какая-то непоследовательность. И там, и там святоотеческие наставления и устав церковный. Но устав о службе он соблюдает не строго, а о посте строго. Например, он ссылается на правило, что в период поста в качестве послабления болящему можно давать только вино и елей. И не более того. Игнатий говорит, я чувствую, что есть некое разделение во мне. Как христианин, допустим, я однозначно против смертной казни. Против того, чтобы брать оружие в руки. Против присяги. Это все вопреки Слову Божию. С другой стороны, как гражданин, я против всяких амнистий и за то, чтобы всякие там садисты были уничтожены. Игнатий относится в какой-то степени положительно к тому, что произошло в октябре 1993 года. Он считает, что власть политическая, советская, таким образом, сошла со сцены. Да, говорит, во мне есть всякие антиномии, противоречия. Допустим, я не считаю крещение обливательное крещением. Но у священника крещеного обливательно благословение возьму. Я чувствую, что благодать на нем есть. Или вопрос о вечности мучений. Да, так написано. Но, во-первых, вечность – понятие относительное. В Ветхом Завете есть пример, когда говорилось о вечности, а на самом деле время было ограничено. Я, говорит, не могу принять душой. Не могу понять, кому нужны вечные страдания. Богу, ангелам, людям. Я понимаю сто лет, тысячу лет наказания. Но почему вечно это не вмещается в мое сознание? Он говорит то, что думает, хотя это ересь оригенизма, осужденная церковью. На основании Слова Божия святой Феофан Затворник пишет, что нужно буквально понимать Писание и в этом вопросе. Игнатий говорит, «Я это знаю, но говорю, что как я чувствую? Не могу это принять сердцем. Если бы патриарх Алексей к нам приехал, говорит Игнатий, приняли бы по первой категории. В принципе, я бы ему рассказал обо всех недостатках. Я ему и написал эту систему». В славянском языке отзывается агрессивно. Называет его церковной феней, повторяет угумена Иннокентия Павлова, который это как-то сказал. И Игнатий в этом плане тоже не сдержан в словах. «Я, — говорит, — прочел более десяти раз все двенадцать томов житей святых. Не просто прочел, а классифицировал, составил симфонию ко всем двенадцати томам. Прочел шесть раз всего златоуста, двенадцать томов. Добротолюбие. Не просто прочитал, а на магнитофон. И кассеты пошли во все концы союза. «Я считаю, — говорит Игнатий, — что богослужением должна быть вся жизнь, и не могу свести молитву к рамкам богослужения. Вот иду по полю, вижу птица поет, я останавливаюсь и начинаю молиться. Славить Бога своими словами. Или солнышко садится. Хотя регулярно посещает все службы, исповедуется, причащается на этом приходе. Я считаю, что акафисты должны не просто повторяться, радуйся в разных вариантах, а акафисты должны быть посвящены астрономии, архитектуре. Для меня, говорит, самый лучший акафист — это, слава Богу, за все, составленный священником Григорием Петровым в лагере незадолго до расстрела его. Акафист на русском языке. Я говорю, как вы думаете, Игнатий, есть ли какая-нибудь надежда, даже слабая, на сближение со старообрядцами, или, может быть, даже объединение. И тысячная доля нет вероятности, что это может произойти. Но прощение мы должны упростить за то, что гнали и пролили кровь, это будет хотя бы разрядка. Петр I для него — это вообще антихрист, который повернул все на западный лад, разрушил национальные устои. А Пушкини — христианская кончина, омыл кровью свои прегрешения. Старообрядцы, очень замкнуты, обидчивы. У них одна тема — ником такой-то сякой. Служба закончилась у православных пораньше, чем у них. Они тут же, вон проклятые никониане пошли, а мы молимся еще. Все сводится к тому, чтобы ругать Никона, и к тому, что старообрядцы более истовые, а у никониан все плохо. Вот все богословие, переходи к нам, или не леносно посещайте храм. Пример — таежный тупик. Психология людей. Карпа и Агафья найдены в тайге. Когда столкнулся Карп с геологами, что он говорит? Что опять война была германская? Это все Петр виноват, а до него — Никон. Петру проклятие, он с немцами якшался. Даже после десятилетий от оторванности от мира, не зная о войне, но услышав, что война была, его реакция. Все идет от Петра и от Никона. Вот такая психология людская. Спрашиваю, католики — еретики? Еретики, потому что они папу обождествляют, а старообрядцы — те раскольники, у которых нет священства. Но молиться с ними можно, потому что во многом том, что произошло, виноваты мы. Вот такие представления. Я говорю ему, «Игнатий, ну что же у вас какая-то нецельность жизни? Что за иконы висит у вас с трапезной? Какая-то картинка Божьей Матери, которую в поездах продают? Какое-то католическое изображение? Если у вас такая строгость во всем, почему в иконописи вы допускаете такие вольности?» Вот его ответ. «Я почитаю икону. У меня много икон. Но я не разделяю живопись от иконописи. Не нужно придавать этому много значения. Вера, и это главное — отслышание. А заниматься всеми этими пропорциями, фонами, линиями — это все отвлекает». Я говорю, «А как же решение Стоглавого Собора о том, чтобы писать иконы, как писал Андрей Рублев, Троицу? Вот эталон на все времена. Это не Троица, — говорит он, — это ангелы». У отцов есть такое толкование, что это два ангела с Господом. «В храме у них тоже иконы живописные и иконописные, нецельность». Я стал говорить ему, «Игнатий, смотрите, икона, иконописная, какая одухотворенность, глубина. Ну как обычно я говорю, а он мне, отец, ну что так изображать Богоматерь, такую, что даже жутко становится. Темный лик престарелой женщины, ведь согласно преданию, это была пятнадцатилетняя девушка, когда от нее родился Спаситель. Или, например, спас Ярое Око. Я не понимаю этих икон, моя душа не принимает эти иконы, темные, суровые. Для меня Спаситель — это любовь, радость, красота, а это все пугающее. Детей мне нужно мучить долгими молениями, мне нужно слишком многословить на богослужении. Мне говорит, «Отец, не переходи к старообрядцам, там смерть. Перейти к ним — это было бы холой на Духа Святаго». Тогда нужно все перечеркнуть, отречься от Иоанна Кронштадтского и от всех святителей, бывших после разделения. А мне перейти — это значит, что нужно пересечь проповедь, живое слово, быть в подчинении настоятеля, который не знает Писание. Для него войти в это русло, старообрядческое, в эти рамки, это значит себя засушить, загубить свои таланты, только поклоны бить и никакой живой деятельности. Не нужно думать, что в общении с Игнатием все темы были только обличительные и критические. Игнатий часто отвлекался на лирические темы, скажем, природа. Жил я на Камчатке, жил в Иркутской области, в Средней Азии, в Латвии, но лучше всего природа здесь, на Алтае. В Латвии сыр и гнилой воздух, а здесь я радуюсь, здесь родина моя. Я приводил разные аргументы за славянский язык, Игнатий их опровергал. Красота, возвышенность, какое они имеют значения, если непонятен смысл. Славянское единство, все славяне служат на нем. Ну и что же, что они у нас часто бывают, или мы у них. Игнатий иронично говорил, отец, ну что же ты не пострижешься, ходишь лохматый, кресты там какие-то навешаны, то есть пароман монашеский, зачем слишком много внешнего такого. Я говорю, ну Игнатий, мы же монахи, священники, должны как-то отличаться, как Назареи, посвященные Богу. Это было только для Ветхого Завета, отец, нигде не сказано, что это нужно для Нового Завета. Я был очевидцем события. Кончилась служба утренняя, Игнатий набросился на брата своего, священника Иакима. Отец Иаким, ну что же сегодня пять человек опоздали на службу? Надо начинать ровно минуту в минуту, ты начал не вовремя, люди опаздывают, я вынужден им внушать. Он обычно стоит у дверей, как коршун, и если человек опаздывает на службу, то нужно постоять вне, вне до оглашенной из едите, и только тогда могут войти в храм. А оглашенные в это время все выходят из церкви. А брат тоже недоволен тем, что Игнатий ведет себя слишком строго, какое-то прямо буквоедство. Но Игнатий не слышит, твердит свое, нужно вовремя начинать. Игнатий был в Барнауле, это была епархия Новосибирская. Там был 13 лет архиепископ Гедеон, нынешний митрополит Ставропольский. Игнатий очень часто с ним общался, архиепископ ему говорит, Игнатий, я за Великий пост по твоим кассетам прослушал четыре тома Златоуста. Хожу в саду, слушаю запись. Игнатий говорит ему, Владыка, священники не проповедуют, нет живого слова, идите к народу, несите живое слово в народ, идите как добрый миссионер. Он ему, Игнатий, ну что ты, куда мне с таким брюхом? Добродушно реагировал. Но когда Игнатий его допекал, тот металл гром и молнии. Когда Ставрополь навсегда уезжал, Владыка говорил священникам, лицемеры вы, только один человек мне говорил правду в глаза, это Игнатий. Игнатий. Игнатий.